Соратники воина одевают его в ламеллярный доспех. Это сплетенный из железа костюм. Металлическая сеть защищает воина от поражения холодным оружием. Такой древний мундир воссоздали по-новому историки-реконструкторы творческой группы Кен. На данный момент здесь четыре типа пластин имеются. Большие, средние и с округлением и малые для бармицы. Эта бармица называется, она идет закрывающие удары для шеи. И данное плетение еще и особенно тем, что оно для конного воина и для пешего воина тоже годится. Размещение именно пластин снизу вверх плетения специально сделано, чтобы ударные удары, которые скользили вверх и не ранили воина. А наоборот нижняя сторона, это на коне, когда воин сидит, чтобы ему полностью тело закрывалось. То есть это не только как для ног защита, но и для коня, и для общей защиты. Этот кавалерийский комплект доспеха весит 30 килограммов. Несмотря на такой тяжелый вес, он весьма подвижен, а потому и удобен в использовании. Мундир соответствует историческим аналогам девятого века. Не успеть одеться. Из этого даже сама конструкция, как это все одевается, на быстроту руку сделано. То есть, чтобы человек мог быстро сам одеться, если понадобится ему. А так, как мы уже показывали, люди имели оружейников, которые помогали им, чтобы это все плотно, хорошо сидело. Насколько плотно, хорошо одет человек, настолько ему легче при сражении. То есть, те же самые руки остаются свободными, на того же коня легче забираться. Эта мобильность ему добавляет плюс. Второй доспех называется кольчужный костюм. Его относят к 15 веку. На изготовление одного доспеха требуется примерно 4,5 месяца. Авторы потратили почти год на реконструкцию военного защитного снаряжения. Научно-историческая реконструкция доспехов крыганских войнов различных периодов, как бы предметная реконструкция. До этого таких реконструкторских работ не было. Были художественные работы, но вот именно предметного не было. И наша цель была воссоздать, как бы приблизиться к технологиям, узнать секреты ремесленничества и тому подобное. При изготовлении костюмов историки основывались на древних надписях и иероглифах, относящихся к кенесейским кыргызам и алтайским тюркам. На эти рисунки, они в археологии называются граффити, археологическое граффити. Они отражают облик воинов, энисейских кыргызов и тюркоязычных народов Центральной Азии, Южной Сибири, Алтая. Они важны для воссоздания облика средневековых наших предков и военного дела средневековых кочевников. Изучая их, мы можем проследить эволюцию военного дела наших предков. Целью данного мероприятия стало возрождение традиционных знаний о военном искусстве. Историки хотели показать картину мира древнекыргызского воина через историческую реконструкцию боевых доспехов.